Василий, данный автомобиль, представленный на Тодерейле, в максимальной комплектации, как дополнительная опция салон у него из кожи, также имеется как дополнительная опция блокировка заднего дифференциала заднего моста, также есть этот автомобиль оборудован как дополнительная опция лебедкой, спереди мы можем посмотреть, наверху установлен экспедиционный багажник, на крыше установлен экспедиционный багажник, максимальная комплектация, мультимедийная система с полноценным android, с навигацией, с мультимедиа, навигацией, карты можно обновлять, там есть карты сейчас, карты есть сейчас, да, bluetooth, возможности обновления онлайн по вай-фай, также можно, допустим, со своего телефона вай-фай раздать, установить туда какое-то свое нужное приложение, также в максимальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними парктрониками, и камеры заднего вида можно смотреть, с отрисовкой и траекторией движения маршрута заднего хода, ну естественно все автомобили нынче комплектуются всеми четырьмя стеклоподъемниками, электрорегулировкой зеркал с подогревом, а максимальная комплектация комплектуется еще однозонным климат-контролем, системой ESP, системой помощи во внедорожных ситуациях, мультимедийным рулем с круиз-контролем, подогревом всего лобового стекла. Сколько динамиков по акустике? Шесть динамиков, четыре широкополосных и два низкочастотных динамика. Пищалки. Да, да, да. Вот здесь находится он, да? Совершенно верно. Из-за того, что в автомобиле уже применяется корейская электромеханическая аэродантка Diamonds, шумов посторонних в салоне стало намного меньше. В итоге данный автомобиль идет в базовую шумовую комплектацию, то есть шумовиброизоляции с завода, а разговаривать, вести беседу в нем комфортно даже при подключении полного привода. То есть на ходу можно полный привод включить, да? Совершенно верно. Сейчас мы в данный момент. Допустим, вот я выжил сцепление, переключил передачу и все, и вот уже полный привод. При выжатой сцеплении только переключается полный привод, да, получается? Ну, лучше, конечно, все-таки в момент переключения полного привода все-таки выжимать сцепление. Ага. Без выжатия сцепления не получится его переключить? Почему не получится? Полный привод включится, потому что фактически же у нас колеса вращает передний мост, передний мост вращает редуктор, который вращает в свою очередь кардан, который уже, получается, либо подключен в раздатке, либо отсоединен. Но крутящий момент у них так, как все-таки угловая скорость колес передних и задних одинаковая, у них одинаковая. Поэтому фактически можно и без сцепления переключать полный привод. Данной комплектации машина сколько стоит? Данной комплектации, максимальная комплектация начинается 1.103.000 без учета дополнительных опций. Это таких, как цвет металлик, таких, как блокировка дифференциала, таких, как кожаный салон или, допустим, багажник экспедиционный. А данная конкретная машина? Данная конкретная машина стоит, вот я сейчас затрудняюсь вам сказать, потому что цены немножко изменились с начала года. И я могу вам сказать, сколько стоит подобный автомобиль в максимальной комплектации на литых дисках кору с кожаным салоном в цвете металля. Такой автомобиль будет стоить 1.166.900.000 рублей. 1.166.900.000 рублей. Совершенно верно. У него прямые конкуренты есть? В данном классе? В данном классе у него, наверное, самый основной конкурент это Duster. Duster? Он же не внедорожник, он же кроссовер. Он кроссовер, но вот, наверное, самый близкий в ценовом диапазоне его конкурент. Потому что рамные иномарки, внедорожники, ну, стоят, ну, значительных денег. Они 3 раза дороже, мне кажется. Вот этот Toyota Prado, вроде как, сейчас новый. Они в этом классе, но стоит он 2 раза дороже. Да, вот в 2 раза я, наверное, соглашусь. Потому что 3, тут же перебор, но в 2 это точно. Диски короткие, кстати. Они какого радиуса? 18. 18 радиус, 60 профиль, 245 резина стоит. Дисковые тормоза передние? Да, передние дисковые, задние барабаны. Они на Москву идут, да? Да. Зависимая подвеска, передние и задние. Неразрезной, то есть, неразрезной мост. Неразрезной. Разрезной это Тимкин. А тут Спайсер. Спайсер стоит. Это иномарочный, да, получается? Или своего? Своего, наверное, все-таки. То есть, ну, уазовская, да? Тимкин. А по оптике? Оптика, дневные ходовые одни и фары. Светодиодные. То есть, это фары во всех комплектациях будут стоять? Да, да, да. Стандартная фара. Выпускатель, лебедка. И лебедка, да? В этой комплектации. Сейчас я попробую. Сколько тонн она? Лебедка, сколько тонн? А? Точно не знаю, но тут 3,5. 3,5. То есть, управление лебедкой идет вот с электронного разъема. Тут подключается. Джойстик, да? Подключается джойстик данного удлинителя. И он подключается со стороны, чтобы на траектории троса не стоять. Джойстик сколько метров? 3 метра. Джойстик 3 метра, да? А этот мотор какой? CMZ-150 сил. Это уазовский мотор, да? Уазов. Нет, CMZ. CMZ это? Заволжский моторный завод. Заволжский, да? Заволжский. Она на вентиляторах получается? Ну да. И на помпе прям стоит, да? Да, да, да. Вот прям он стоит вот. Гидроусилитель руля. Гидроусилитель руля совершенно нет. Да тут прямых конкурентов даже его и нету, я бы сказал. Ну если все-таки рассматривать ранную комплектацию и такой ценовой диапазон, то, наверное, вы правы. Да, тут вообще нет никак. Это чисто исключительно у вас. Безконкурентная машина. Багажник... Какой-то есть момент. А, в какой-то момент. Со слаженным сиденьем ровный пол получается или как? Пол получается неровным. Ну, есть на рынке очень большой выбор органайзеров, которые вот сюда устанавливаются. И получается, пол раскладывается, становится ровным. Плюс ко всему, у человека появляется ниша с очень, так скажем, удобными ящичками. То есть, я так понял, сюда можно полочку дополнительно взять? Да, органайзер, да. Покупается органайзер и получается ровный пол с очень хорошей системой. Я тут вижу паркоп, антикор, нет, паркоп, антикор и сигнализация. Это уже устанавливается у нас в диверсском центре как дополнительное оборудование. Запаска полноценная. Да, совершеннадо колесо. Запаска-то полноценная, но тут радиус запаски 16, а все-таки колеса у нас будут 18. А, то есть, это тоже? Поэтому, так скажем, полноценной его назвать, наверное, не получится. Да, почему? Потому что все-таки не больше 80 километров можно будет вот на разных колесах развивать. Все-таки там не настолько все, так скажем, безопасно. Обратите внимание, насколько просторный задний ряд сидений. Между коленями минимум 31 километр. Я вижу тут подогрев, да, сидений? В максимальной комплектации подогрев и передних, и задних сидений присутствует. Да, и плюс ко всему, получается, к задним ногам пассажиров тоже проложен воздушный канал. Нет, нет, здесь, вот прям вот здесь, да, проложен. То есть, фактически, завод предусмотрел вот в этом месте установку еще дополнительного отопителя салона. А, дополнительная печка там стоит. Да, совершенно верно. То есть, вот здесь вот можно поставить, как дополнительную опцию, второй отопитель салона. Это электрический будет или? Нет, от двигателя отопителя, да. То есть, получается, если автомобиль планируется эксплуатировать в пределах Крайнего Севера, то, наверное, такая опция будет даже очень востребована, да, совершенно верно. Второй тоже лампочки. Диодные стоят, да? Да, 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 лампочки диодные стоят. То есть, все салонные лампы уже диодные? Совершенно верно, уже диодные. Не забыть, отрегулировать кресло по высоте, как-то по ногам, чтобы все педальки доставали. Все удобно? Да, зеркала, как проверьте, все ли, хорошо ли настроено под вас. Ну, зеркала тут огромные, как на КамАЗе. Да, да, большие, совершенно верно, да. Тут на нейтралке, да? Угу, на нейтралке. Тут объем мотора сколько? 2,7 литров. 2,7. 150 лошадиных сил, да? Совершенно верно, 150 лошадиных сил, 236 ньютон на метр, крутящий момент. 237. Ну, по-моему, 236, если не ошибаюсь. 235, и 6, по-моему. Ага. Если быть точной. Пятиступенчатая коробка, да? Совершенно верно, пятиступенчатая коробка. Климат-контроль это. С кондиционером. Можно поставить на автомат. Ну, естественно, с кондиционером. Вот вы на авто поставили, да? Минус 19, он знает, что нужно включить кондиционер. Мы сейчас на полном приводе. Мы сейчас на полном. 4L что это такое у нас? 4L это понижающее. То есть, если вы видите, что вам предстоит преодоление сложного и бездорожья, вы заранее выжимаете сцепление, переключаете, так скажем, раздатку на пониженную. Пониженная передача это получает. Сцепление нажмите. И уже коробка у нас по на пониженной передаче, да? Там 4А6. Нажали сцепление? Да, нажал. Ну-ка, отпусти. А, вот видите, 4L. Испейт, соответственно, отключается. Совершенно верно, потому что в таком режиме Испейт, ну, то есть, нет информации, как... И при таком режиме какой максимальная скорость будет? Дальше 20 километров не рекомендуют. Ну, максимум, наверное, 30, да. Максимум 30. Это в каких условиях используется этот режим? Вообще, этот режим рекомендуется использовать в крайних случаях при очень экстренно тяжелых условиях дорожных. При, получается, при буксировке какого-либо... При буксировке, наверное, все-таки не стоит. А в каких условиях тогда? То есть, если вам нужно преодолеть сложный участок бездорожья, вы его включаете и преодолеваете этот участок. Понял. Сейчас тогда мы на заднем передаче поедем. Да, на заднем передаче поедем. Все, выключилось. Задний мост полностью. Задний мост постоянно включенный, передний подключаемый у нас. Угу. Ворожники не ставите включение. Тяга, тяга хорошая. Ну, подвеска, конечно, жестковата, но... Ну, что считать жестковато? Она, понимаете как, она не должна быть как пушинка. Все-таки это рамный и все-таки это внедорожник. Правильно? Ну, да, согласен. Ну, она должна проглатывать самые явные, так скажем, агрейки дорожного покрытия, но в то же время и информировать о их присутствии. Правильно, Василий? Переходом автомобиль не подпрыгивает, как раньше было, не козлить. Произ-контроль включается от 60. А, он включился уже. Вот сейчас едем. Поддерживает, по-моему, обши слева. Не, он набирает, я вот нажимаю плюс, она набирает скорость. Все набирает. Под 40, мне кажется, он включается. Не возможно. Так, акустика. Музыка есть. Достаточно шумов я не ощущаю по бездорожью. Вообще скрипов особо нету. Вообще нету скрипов. Да. Давайте начистоту скрипов нету. Да, я не слышал. Нету, нету. Приемность в моторы. Сейчас тапка пол. Набираем скорость. Больше 80 не будем. Ладно, разгоняемся. Да, да. Ну, посадка-то, конечно, высокая. Очень, да. Очень хороший обзор, да, Василий. Я рад, что вы заметили. Показывает температуру окружающей среды. Максимальной комплектации, да, есть такая функция. Вот того, как компьютер. От какой комплектации она идет? В престиже и максимальной. Тормоза не скрипят, как на старых. Ну, я думаю, все-таки тормоза, если следить, то они ни у кого не скрипят. Если брать оригинальные запчасти, все-таки, как те, которые завод рекомендует, регламентирует. Там все-таки должно быть все аккуратно. У любого автомобиля. Специально, Василий, я чувствую, вы едете по отремонтированному асфальту. Ну, да. Автомобиль, вот именно, он их чувствует, прогладывает, информируя о том, что все-таки едете по неровной дороге. Ну, как раньше было, не подпрыгивает. Да, согласен. Ну, более комфортно уже. Совершенно верно. Уже все плотно, приближается к своим конкурентам иностранным. Я думаю, у него конкурентов в этом ценовом диапазоне вообще нет. В ценовом, я соглашусь. Я имею в виду, в смысле... По проходимости? По проходимости тоже нет равных. Потому что даже вот после Нового года, когда выпал снег, мы для того, чтобы почистить стоянку, переставляли все автомобили на летней резине. На летней резине пояса вот намело по пояс. И мы ни один, представляете, Василий, автомобиль не толкали. Все автомобили на летней резине, все выехали сами. И благополучно припарковались на очищенное место. Тут налево нужно. Тяга хорошая. В потоке вообще не будет... Ну, не получится даже отстать. Да-да-да. Отстать. Даже со светофора, если, так скажем, включить спортивный режим, ну, в голове я имею в виду, включить спортивный режим, переключиться на полный привод, можно будет стартовать вообще с отрыва. Потому что у того, у кого нет полного привода, с такой динамикой стартовать не получится. Вот такая динамика хорошая. Кренов практически даже не ощущается. Вы даже вот на маленьком радиусе при... Вернее, у поста ГАИ, вы довольно-таки резво на хорошей скорости развернули автомобиль. Автомобиль даже не качнулся. Да-да-да. Как ровно шел, так... Кренус не ощущает. Я уверен, да, совершенно верно. Из-за того, что стоят все-таки стабилизаторы. И подвеска, кстати, передний мост сделан такой же, как на автомобиле грузовом. То есть в профи есть автомобиль грузовой. Здесь передний мост такой же. Обладает противоклевковым эффектом. Если вот резко нажать на тормоза, как некоторые автомобили клюют носом, здесь уже такого эффекта не будет. Подушки безопасности имеет машина? Да. Сколько подушек? В комплектации от Optimum идут уже две подушки безопасности. То есть подушка безопасности пассажира. И в любой комплектации имеется подушка безопасности водителя. По краш-тесту Евро-Инкап стандарт его проходил или нету его? Я на данный момент затрудняюсь вам ответить. Давайте мы доедем. Я проконсультируюсь у более старших товарищей и дам вам на это ответ. Хорошо. Складывание зеркал имеется в этой комплектации? Ручное складывание зеркал. Все в комплектации. Ручное, то есть? Ручное, да. Совершенно верно. Гарантия у него? Гарантия 3 года либо 100 тысяч километров пробега. ТО? ТО. Первая рекомендуемая 2-3 тысячи. Не обязательно рекомендуемая. А вообще межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров либо 12 месяцев. Через год? Совершенно верно. Раз в год, да. Раз в год либо 15 тысяч километров. Что наступит раньше? А замена свечей? Замена свечей нужно посмотреть по сервисной книжке когда рекомендуется. В потоке вполне уверенно чувствует машина. Легко перестраивается, да, легко набирается скорость. Хорошее торможение. На любых передачах момент нормальный. Мне нравится. Масса. Масса какая у него? Масса 225. Две тонны 125 килограмм. Две тонны 125. Мне нормально чувствует кренов. Тормоза нормальные. Видите, вы сейчас резко оттормозились, а клевка вот вперед не было. Да. Мы не забыли, нам нужно налево поворачивать. Плохо, конечно, что мы в левом ряду. Хорошо бы было в центральном или в правом ряду. Я думаю, эту машину все пропустят. При таких габаритах никто не останется незамеченным. Между прочим, Василий, вы отметили очередной, так скажем, бомбусы такого большого автомобиля. то, что к нему все-таки не будем ладно, все-таки рисковать налево поворачивать. К нему все-таки относятся с большим уважением. Но все равно, наверное, Василий, на любом автомобиле нужно вести себя, ну так скажем, немножко достойно. Спокойнее, да? Да, да, да. Но эту машину как бы... Провоцировать окружающих. Ну, как бы у нее есть характер в плане управляемости и динамики. Да, да, да. Очень такая... Достойный может ехать по... Достойный, резвый, безопасный. В то же время недорогой. Проходительный. Самое главное. Поворот налево. Доступность и... Налево поворот. Вот уже. Уже. Уже Василий. Тормоза Отлично. Даже я вам сказал. Что-то последние метры, Василий, вы очень опасно, агрессивно. Агрессивное наслаждение было. Вот сейчас давайте припаркуемся. Хотел бы проверить все возможности этого. Ну, все возможности, наверное, за, так скажем, ту короткую поездку действительно сложно оценить. Рядом со... После стелы поставьте вот тут, а я его... Здесь? Да, вот так вот мы сейчас оставим его. А я... Сейчас заеду и припаркуемся обе. Хорошо. Все, спасибо. Угу. Угу.